Вот мы еще на мешках, на коробках, на цехах тут проживаем. Ну ничего, все это скоро у нас разберется, устроится, все будет хорошо. Татьяна Леонидовна вместе со своим верным другом вовсю разбирает сумки. Три дня назад она заехала в новую квартиру. Свой долгожданный переезд она ждала 8 лет. Все это время женщина жила в старом аварийном доме. Старый дом был у нас двухэтажный, деревянный, неблагоустроенный. В 60-х годах постройки уже приходил, так сказать, негодность. Мы сами, конечно, там как могли делали ремонты, поддерживали. И проводили канализацию, там воду себе, благоустраивали себя. Но тем не менее, жилье в 2012 году было признано аварийным. И с 2012 года мы встали на очередь. Счастливая хозяйка новой однушки признается. Получить такую уютную квартиру, да еще и с отделкой, она не ожидала. Претензий к качеству строителям, подрядчику у меня никаких нет. Все очень хорошо. И сантехника у нас хорошая. И, вы знаете, вот ремонт сделал нам даже все межкомнатные двери поставили. Вот люстру мне в подарок даже в комнате и на кухне. На кухне даже печку нам поставили. По договору социального найма вместе с ней новые квартиры получили еще две семьи-наниматели. Среди них и семья Ольги в старом доме. Они прожили не один десяток лет. И новость о том, что у них теперь будет новое жилье, стала для них полной неожиданностью. У меня мама им улетит, поэтому она когда подписывала документы, она заплакала. Она ждала эту квартиру. Но они с рождения в той квартире прожили 60 лет. Они прожили в той квартире. И она прямо аж заплакала от радости, что она получила двумя жданную квартиру. Перебраться в новую квартиру им уже не терпится. Ольга говорит, осталось дело за малым. Поставить мебель и можно жить. Главное, что все удобства рядом. Квартира теперь благоустроенная. Получается ванна, все удобства. Здесь мы поставим стиральную машинку. Не нужно будет воду таскать это все. Все просто заложил и стирается. Здесь будет душевая кабина полностью закрытого типа. Умывальник тоже будет маленький. Вот здесь он такой маленький, аккуратненький. Все в меру, все на месте. Получить заветные метры не ожидала и еще одна семья Ивановых. Сегодня Анастасия вместе с мамой планирует, как будут обустраивать свое новое жилье. Хочу поблагодарить администрацию города Ламады и администрацию нашего Октябрьского района. Там такую квартиру приобрели. Мы всем довольны. Все чистенько, аккуратненько. И подрядчикам, которые нам все обустроили. Новые квартиры счастливые семьи получили по республиканской адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В рамках этой программы нанимателям были предоставлены жилые помещения по договорам социального найма. А собственникам была предоставлена укутная стоимость квартир. На сегодняшний день в Октябрьском районе признаны аварийными подлежащие сносу еще 67 многоквартирных домов. Из них вошли в республиканскую программу 36. До 2024 года все эти дома будут расстелены. Екатерина Лестратова, Андрей Дармаев. Новости дня. Продолжение следует...